Здравствуй, Александр Григорьевич, телекомпания ВНТВ, Сергей Чураков. Вопрос такого плана. На этой неделе вы утвердили план проведения совместных учений России и Беларуси. Сейчас мероприятие по военной безопасности. Но это крайне раздражает наших партнеров, можно быть, оппонентов с Запада. Раздражительно к этому относятся. И в СМИ это очень ярко отражается. На ваш взгляд, почему они так раздражаются, если сами наращивают силы НАТО вокруг нас? Вы почти и ответили последней фразой на свой вопрос. Я только хочу в этой связи сказать следующее. Уже не только как президент Беларуси, но впервые, может быть, как председатель Высшего государственного совета Союза Беларуси и России. Я все-таки еще председатель. Я думаю, меня поймут и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучено и их позиции. Мы не хотим войны. Не хотим войны не только потому, что это тяжело и плохо. Это не просто дискомфорт, это ужасно. Для человека, для людей и не только для военнослужащих. Не дай Бог, война, это коснется всех. Поэтому мы не хотим воевать. Не хотим еще и потому, что мы помним, какая была война у нас, которая закончилась семь десятков лет тому назад. Ну вот по-любому мы воевать не хотим. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Кто бы мог представить, что нам придется в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей. Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах. Поэтому вот те, о которых вы спросили, там за рубежом, которые переживают, должны прекрасно понимать, мы войны не хотим. Но если нас будут не просто постоянно дергать, как они сейчас делают, а разворачивать против нас армии, запугивать нас и ставить нас на грани выживания разного рода санкциями и так далее, а еще более угрожать нам, как это они сейчас делают, я говорю сейчас как председатель Совета Союзного Государства, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. Невозможно. И по духу мы люди такие, что невозможно победить. И по территории, от Бреста до Владивостока, уже многие пробовали. Чем это закончилось? Понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем. У нас достаточно земли. Дай Бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю. Если кто-то не вразумил, все это мало не покажется. Я не угрожаю. Я просто предупреждаю. Упаси вас Господь. О другом геополитическом веке хотелось бы поговорить. Казахстан. Звучит много измышления о том, что события в этой стране могут повлиять на политическое будущее Беларуси. Смена неких сценариев транзита, вплоть до отмены референдума. Ну а если серьезно рассматривать, на ваш взгляд, реалистично посмотреть, какие уроки и события в этой стране может извлечь наша страна, Беларусь? Вы очень, журналисты, здорово эту тему, как в народе говорят, раскрутили и ответили на массу вопросов. Что касается всяких измышлений по поводу референдума, я подписал указ, как и обещал, в феврале мы проведем референдум. Когда меня спрашивали, а состоится, не состоится, референдумы, подобные мероприятия могут настояться только в одном случае. Если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил, но я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем. Поэтому это уже измышление отпадает. Что касается Казахстана и уроков, я хочу только сказать одно, что не дай бог, чтобы у нас это произошло. Но мародерства и погромы хватит всем. Не дай бог, это произойдет у нас. Это главный урок. По разным направлениям начинают это все не обсуждать, а всасывать. Транзит власти, нетранзит и так далее и прочее. Это для них главное. В тысячу первый раз говорю. Я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного. Выборы и народу определится, кто будет первым, вторым, пятым лицом в этом белорусском государстве. Я вам клянусь, как своим людям, будет только так. И никто ни над кем довлечь не будет. Я не буду удерживать власть силой. Если я буду видеть по результатам выборов, что народ хочет другого президента, будет другой президент. Я уже этого наелся. Вы теперь переживаете, будет Лукашенко или кто-то другой, которого вы не знаете. Вы, я имею в виду, народ наш. Мне-то зачем париться и переживать по этому поводу? Доверили, вы видите, я работаю. Надоело мне это, не надоело и прочее. Никто меня не упрекнет, что я не занимаюсь своей службой и не исполняю своих служебных обязанностей. Я человек деревенский. Мы так были воспитаны. Поэтому, если вот о будущем, политическом разговор, референдум пройдет, народ Конституцию поддержит. Если поддержит, ровно по этой Конституции в течение, ну, я думаю, двух лет мы все отстроим. Отстроим, будет тихо, спокойно. Никто не будет переворачивать автомобили, мародерством заниматься, сжигать, обижать ваших детишек. Будет все тихо, спокойно. И транзит, и все остальное будет. Нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Вы уже видели отношение к тем событиям, хоть там несколько сотен погибло людей, что точно никто не знает. И к нашим. Мы никому не отдали свои голубые фишки, свои предприятия. Если бы они были в руках там, американцев, европейцев, и у нас бы тихо было. Нас бы не мочили, так как было в августе прошлого года. А мы это держим в своих руках. Власть, деньги, хоть небольшие, собственность в руках белорусов. Это им не нравится. И знаете, вот месяц назад мне в открытое об этом сказали. Ну надо их сюда втянуть. Я говорю, я никому ничего отдавать не буду, потому что это не мое. Поэтому здесь, что там, что здесь, большая разница. У них это другое. И ситуация совершенно другая. У нас этого нет и никогда не будет. Подведи черту и напиши внизу справедливость. Это главное. Я вам говорил еще 3-4 года тому назад. Запрос на справедливость у людей. Если люди видят, посмотрел уже сколько десятков лет прожил в новой реальности после Роспад Советского Союза, видят, что этой справедливости нет вообще. Все становится хуже и хуже. Одни богатеют, другие нищают. Вы посмотрите, пандемия, пандемия. Богатые стали богаче. Это значит, большинство людей обнищало. Это первопричина всего. А потом ко всему мародеры, бандиты, хулиганье разное добавится. И спецслужбы это все и профинансируют, и покажут, куда идти. Я где-то уже сказал, из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алмате. Вы же не заметили. А у нас это было видно. Литва, Польша, потом Украина. Финансировали и направляли американцы. Мы это видели. Там работали спецслужбы, а там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции, мгновенные в течение суток, скоординированные, не проводятся. Почерк мы видим и спецслужбы, наши и российские. Да и казахи они видят этот почерк. Придет время, захотят, скажут. Вы на днях провели совещание, накануне подписали указ. И все-таки даже у непосредственных участников этого процесса есть разные точки по тем или иным моментам. Ну, конечно, последнее слово во всех этих спорах за вами. И все-таки, как вы лично оцениваете проект Конституции и его работоспособность на среднюю и дальнюю перспективу? Недавно я тоже честно сказал. Знаете, я очень переживаю. Очень переживаю, что, ну, а вдруг что-то не получится. Опять же, ответственность на мне будет. Поэтому я боюсь и пытаюсь избежать разного рода случайностей. Если можно так сказать. Хотя в политике такой глобальной случайности не бывает. Ну, всякое может быть. Не тем путем пойдем. Не те люди придут в власти. Я, конечно, за это переживаю. Но уверен, что вот то, что мы предлагаем, то, что я предложил народу, проект, это Конституция будущего. Самое главное, мы должны за эти 2-3 года научиться жить по закону. Ни влево, ни вправо. Тогда не будет ни двоевластия. Тогда президент этот или другой, они будут делать свое дело, правительство, свое дело, парламент, свое дело, а все белорусское народное собрание будет заниматься своими вопросами. Но все беспокоятся, исходя из ситуации нынешней, а вот бы чего-нибудь не случилось, а вот бы не произошло каких-то столкновений наверху, потому что это мгновенно в общество перейдет. А вот для этого надо научиться жить по законам. Понимаете, каждый должен заниматься своим делом и не заходить на чужую поляну. Я уверен, что нам это удастся. И мы сделаем разительный шаг навстречу демократии, настоящей демократии, где народ определится на референдуме, как жить, а мы, слуги народа, будем исполнять волю народа. В этом есть суть демократии. Поэтому я перспективы этого документа, основного закона, оцениваю положительно. Только надо его внедрить не только в умы, но и в нашу повседневную жизнь. Через законы, подзаконные акты. Это мы сделаем. Александр Иванов, военно-информационное агентство «Вояр». За 9 месяцев ПИКАО разродилось нейтральным отчетом по результатам расследования о посадке самолета «Районер» в Минск. В январе планируется еще одно заседание по этому вопросу. Александр Иванович, по вашему мнению, что нам стоит ждать от этой организации? Планируют ли они рассказать правду и вообще будет ли звучать правда? И откроют ли они небо для Запада и над Западом для нас? Это вообще героические люди. Вот их надо положительно оценить. При том давлении, при том это ООНовская организация. Вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве, мы там одни. И тем не менее, они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его. Что миг он не поднимал для того, чтобы понудить к посадке этот самолет. Слушайте, это герои, что они хоть это сказали. А всего другого ждать не надо. Для нас это важно. Если они готовы иное доказать, пусть факты на стол, как я всегда. Факты на стол. Фактов нет. Мы тоже это видим. Сейчас это отдано, разослано всем членам МИКАО, всем странам. Еще раз говорю, вы знаете, кто там главенствует? Ну, лучшее для них это спустить все на тормозах. Не лезть в дебри, потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому не надо лезть в дебри, там их ничего хорошего не ждет. Весь мир понял, где правда, а где ложь. Сейчас мы оцениваем со специалистами, мы будем обращаться в судебные органы. У нас для этого есть все. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только Белавия, а стране в целом нанесли. Пусть заплатят. Вот единственное, что я хотел сказать. Александр Григорьевич, ну не могу обойти стороной тему коронавируса. Последние годы она прям в топе новостей. Вы вчера наделали много шуму. Все активно обсуждают, как вы переболели омикроном. И какие советы можете дать тем, кто панически настроен? Наверное, я подхватил этот вирус уже более легкий, потому что я могу сравнить, что было первый раз, что сейчас. Это небо и земля. Хотя мне было не очень хорошо, но я не мог ни приехать на аэродром, ни встретить своих детей. 250 человек, которых я послал в неизведанное, как я сказал. Всякое же могло быть. Я не мог не вручить премии за духовное возрождение, хотя варианты уже были, что я там выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я думал, ну, обидятся люди. Некуда деваться. А Рождество Христово я храмы тогда не закрывал и был в храме. Ну, а сейчас как не прием на Старый Новый Год? Ну, всегда я журналистов, артистов, чиновников, культурных наших деятелей принимал. Ну, как их не уважить, не наградить? То есть, было ряд мероприятий, которые без президента быть не могли. Да, было не очень. А потом думаю, ну, надо попробовать. Коля мне как-то сделал там свой тест, экспресс. Потом он думал, папа, ты здоровый. Ну, я и рад здоровый. Но завтра так не очень я здоровый. Думаю, ну, надо сдать. На 32-м цикле. 32-й, 33-й. То есть, это уже, считай, переболел, и заразы нет. То есть, уже заразить ты не можешь. Ну, фактически на ногах перенес. Ну, не очень хорошо себя чувствовал. На лыжах бегал, дрова рубил, занимался. Все-все-все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей. Сейчас я чувствую себя нормально, голос немного хрипит. Вчера уже тренировались, тренировку хоккейную провели. То есть, вот так вот это все прошло. А посоветуете? Посоветую не париться. Я уже вам давно говорил, с самого первого раза. Наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать, чёрт знает куда, это беда. А для тебя так вообще не замечай этого. В твоём возрасте это ничто. Я хочу сказать вот этим всем жуликам международным. Ну, хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже разделил всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Они уже нас готовят. Возвольцы и прочее. Что вот там к лету уже отменят пандемию. Ну, надо уже отменять. Хватит уже. Поиздевались над людьми. Спасибо вам. Спасибо вам. Не болейте. Не болейте. Успехов вам. Всего доброго. Смотрите, какая погода чудесная. Здесь право-разочная. Да. Спасибо.